Рубрика «Чудовище в Большом Ге» за каковое название я нежащим образом благодарю чурающегося мировой славы, в отличие от меня, оператора Артёма, и точно передающая суть моих злодеяний, находясь в центре мегаполиса. Я оказался в этой центре. Внимание, что мне, как грузинскому тимберлейку, слетит, это не Анна Ахматова, это не Владимир Познер, это не кругосветные путешествия. Мне от Аркушинашвили, присягнувшим на верность комсомольской правде, интересны только люди, ради кого выходит газета, ради кого вещают, радиостанция, и ради кого я прослыл известным Никарагуа-клоунам под названием «Комсомольская правде» в Кушинашвили. Большой человек и большой музыкант Михаил Плетнев оказался вовлечённым в скандал по делу о педофилии. Само слово вызывает рвотные судороги. Виноват ли Михаил Плетнев? Не нам это решать. Не нам. Но то, что большой музыкант уже бросил тень на плетень, на Великую Российскую Федерацию уже факт. Гений и злодейства совместимы ли? Можно ли быть большим профессионалом и ублюдком одновременно? Гений. Майкл Мэдсен записал. Приветствую, дорогой друг. Тут постоянно. Да, мой друг. У рубрики уже появляются свои почитатели. Можно на секунду? На секундочку. Приветствую вас. Здравствуйте. Вы знаете такого музыканта большого, Михаила Плетнева, обвиняемого сейчас в растлении малолетних? Знаете такого? Да, ну слышал. Ты веришь в то, что человек, сделавший столько для пропаганды такой музыки, способен на злодеяние? Ну, все может быть в нашей жизни. Что бы ты сделал с человеком, который наших детей растлевает? Убил. I love you. Все, пока, мой друг. Вы знаете Михаила Плетнева, дирижера, музыканта, обвиняемого сейчас в нехороших вещах? Таиланде история, грязная история, отвратительная история. Вы верите в эту историю? Нет, конечно. У него же вроде все есть, что ему еще надо? Многие говорят, вот я вижу, что вы хороший человек. Я не нарываюсь на комплимент сейчас. Я не нарывался. Я хочу вам сказать, вот фотографии Плетнева, которые появляются в прессе, его манера бегать глазками в ответ на вопросы наводит на печальные мысли. Ну, если, например, он мне, если вот так не понравился поведением, мне лично, это не значит, что он действительно совершил это преступление. Я так думаю. Вы, судя по всему, очень хороший человек. Все-таки Комсомольская правда сделала свое дело. Вы говорите по, вы говорите по, это наш человек. Ты в курсе существования на Белом Стрете такого дирижера, музыканта, как Михаил Плетнев? Конечно. Он сейчас обвиняется в растлении в Таиланде, малолетних и так далее. У тебя какая реакция, какого нормального парня это вызывает история? Ну, конечно, это полный бред, я считаю, что. Между прочим, золотой пирог Комсомольской правда из Сапожникова Галина съездил в Таиланд и говорит, что наших людей подставляют наши же. Зачем-то. Такое может быть? Конечно, может. Благоприятное впечатление производит на тебя он? Я бы не сказал, что какие-то негативные. А, нету негативных. Это уже много. А перестал бы ты слушать плеере, если бы ты узнал, что музыкант бьет свою жену, детей? Думаю, да. Хороший парень, пока тебе. Удачи. Слишком блестящая рубрика у нас. Я немножко смущен ее триумфальностью. Этого парня, кроме Комсомольской правды, никто бы не спросил ни о чем. Он шел, слушал мою музыку. Я раньше писал песни. Это Полин и Паух, Жара, Юля. Это моя песня. Сюда не заходите, там шлюхи стоят дорого. Я был. 400 евро даже для меня перебор. Вот человек идет, какой-то, по-моему, скажет зло. У меня такая репутация, что со мной не каждый будет говорить. Я говнюк для людей. Я говнюк для большинства людей. Одну секунду. Одну, буквально. Я даже не великая женщина. Красивая женщина, из-за которой вот и теряют разум нормальные парни. Можно ли поверить в то, что человек, который пропагандирует классическую музыку, столько сделал для того, чтобы наши дети росли под Сеню Бетховена, а не от Арика, что он плохой и насилует детей. Можно поверить? Я думаю, что нет. Мне просто хотелось бы верить, что он не обижает детей. Хочется верить. Да. Запомните, этот момент в конце слывет. Если бы вы узнали, что это правда, что бы вы подумали о нем? Каким словом? Сволочь. Это мягкое слово. Еще можно хуже, но не буду. Артем умеет говорить слова. Ублюдок, пидорас. Это его любимый лексикон. Если бы вы вдруг узнали, что какой-то ваш сосед, который производит причине благопристойного, делает вот это вот с нашими детьми, какое наказание бы вы для него требовали? Убило бы. Как страшно жить в мире, где мы ни за кого не можем поручиться? Одна секунда. Одна секунда. Может, большой дирижер, большой композитор классической выделки человека быть негодяем? Может, большой артист? Не думаю. Вот что бы вы, какого наказания бы вы потребовали для него, если это правда, если он расклевал малолетних, какого бы наказания вы, как нормальный человек, потребовали? Повесить прилетно на красной площади. Повесить сюда, пожалуйста, мой друг, мой друг, секундочку. Михаила Плетнева обвиняют в очень страшном деянии. Если ему докажут это деяние, значит, он ублюдок. Значит, то, что мы знали в его исполнении, фикция, и он прикрывался. Есть прощение для таких людей, если это окажется правдой? Ну, если правда, конечно, прощение вряд ли возможно. В принципе, конечно, каждого человека можно понять. Как можно понять за то, что он совал детородный орган мальчику? Как это можно понять? Это же не понимается никак. Вот, допустим, что это правда. Какой кара бы ты для него хотел? Заебалить его, отрезать ему башку, привезти сюда, чтобы я это сделал. Какую кару для него? Человек, расклевающий детей, какого наказания достоин? Смертнаказие. Бл***ь, блестяще, нахуй. Во-первых, не доказано, что Плетнев ебал того мальчика, нахуй. Во-вторых, не доказано, что мальчик ебал Плетнева. Мы будем помнить сначала одно, что пока вина не доказана, есть такая штука, как и презумпция. Но что-то мне подсказывает, что-то мне подсказывает, ставим многоточие. Если окажется правдой, то, в чем его обвиняют, мы еще на одну позицию в мире станем слабее. Не хочется, чтобы Михаил Плетнев, человек, которому даже я, не очень знакомый с классической музыкой, проявлял огромный пиетет, оказался ху**ом, пи**ом. Я его маму ебал и чмырел, нахуй. До встречи через неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...